С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 28 июня. День российского букмекера, он же день организаторов Пари. Профессия букмекера зародилась еще в Великобритании в конце 18 века. В России тотализаторы и букмекеры появились еще до революции, но в советскую эпоху букмекерская деятельность практически отсутствовала. Первый в СССР спортивный тотализатор спорт прогноз появляется в эпоху перестройки, а первые современные букмекерские конторы открываются в Москве уже после распада Советского Союза. У родившихся в этот день 1712 год в этот мир приходит Жан-Жак Руссо, французский писатель и философ, просветитель, композитор, представитель сентиментализма. Жорж Санд называла его святым, Вольтер чудовищем, а Лев Толстой как-то заметил, что самое большое влияние на него оказали Руссо и Евангелие. Как отмечал один из его биографов, Руссо не имел почти никакого образования, но прослыл самым великим ученым. Он создал теорию воспитания, хотя отдавал своих детей в сиротские приюты. Он всю жизнь прославлял независимость, а жил за чужой счет. Поносил знатных и богатых, находясь при этом у них на содержании. Молодец! 1949 год. День рождения Александра Панкратова-Черного, российского актера и режиссера. Мы из джаза, зимний вечер в Гаграх, где находится Нофилет за прекрасных дам. В 1969 окончил актерский факультет Горьковского театрального училища. Работал актером Пензенского драматического театра. В 1976 окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. В 1980 году прошлого века за фильм «Взрослый сын» получил почетный диплом жюри 13-го Всесоюзного кинофестиваля в Душанбе как успешный дебют. 1971 год. В этот день рождается, ну, ныне человек-легенда – Илон Маск. Канадско-американский инженер и предприниматель. Основатель многих компаний. И у Маска, как известно, фотографическая память. По-научному – эйдетизм. Особый вид памяти, который позволяет удерживать и воспроизводить в деталях образ предмета или явления благодаря зрительным впечатлениям. У него два комплекта энциклопедий, которые, прочитав в детстве, он практически запомнил. О событиях этого дня. В 1786 году в России издается первое правительственное распоряжение о введении системы страхования. Дело в том, что Екатерина II подписала манифест об учреждении Государственного заемного банка, которым, собственно, и выводилось обязательно страхование недвижимости. В декабре же манифестом об учреждении при Государственном заемном банке, страховой экспедиции для приема вонной каменных домов, заводов и фабрик создано первое страховое учреждение в России. В 1914 году в этот день история резко меняет свой ход. Происходит так называемое Сараевское убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола его жены-герцогини Софии Гогенберг, сербским гимназистом Гаврилой Принципом, который входил в террористическую группу. Политической целью убийства было отделение южнославянских территорий от Австро-Венгрии и последующее присоединение их к Великой Сербии или Югославии. Убийство становится поводом для начала Первой мировой войны. Австро-Венгрия предъявляет ультиматум Сербии, который был частично отклонен. Тогда Австро-Венгрия объявляет Сербии войну. 1918 год. Декрет Совнаркома о национализации крупной промышленности. Так, одним из первых государственным становится завод ОМО братьев Ребушинских. Первый советский автогигант, будущий завод имени Сталина, а еще позже завод имени Лихачева. Почти каждый тип новой машины Иосиф Сталин будет осматривать лично, давая при этом необходимые указания. 1919 год. Версальский мирный договор. Конец Первой мировой войны. В знаменитом зеркальном зале Версальского дворца германскими делегатами подписывается договор о мире. Немецкие лидеры во время всей церемонии сохраняют мрачное выражение лица. 13% территории Германии теряет, в том числе все заморские колонии. Армия будет сильно сокращена, а все вооружение, включая военно-морской флот, будет конфисковано. К несчастью, это станет со временем одним из тех поводов, которые Гитлер использует для своей агрессии против мирового устройства того времени и для начала Второй мировой войны. 1988 год. Открывается 19-я конференция КПСС. Начало политической реформы в стране. Предполагалось возобновление деятельности съезда народных депутатов с сохранением Верховного Совета СССР. Выборы на съезд должны были проходить как по избирательным округам, так и от общественных организаций. 1989 год. В Киеве на глазах 100 тысяч зрителей проходит прощальный матч Олега Блохина. Сборная СССР встречается со сборной мира. Талантливый игрок, открытый Севидовым и возвращенный Лобановским, быстро возносится на самую вершину европейского признания, не говоря уже о том, что он перекрыл все мыслимые к тому времени союзные рекорды и достижения. Вспомним, как Олег Блохин, подобно былинному богатырю, расправился с непобедимой армадой во главе с кайзером Францем в 1975-м. Сам же Бекенбауэр и привез свою команду для прощального матча в Киев 14 лет спустя, собрав ее из тех ветеранов, с которыми Олег сходился в штыковом бою. В итоге боевая ничья 3-3. В 1991 году, в этот день, в год развала СССР, прекращает свое существование Совет экономической взаимопомощи, придуманный в 1949-м еще Сталином, чтобы удержать восточноевропейские страны в орбите советского влияния. Создание СССР было ответом на американский план Маршалла 1947 года, который предусматривал помощь другим странам. 1997 год. За 30 секунд до конца третьего раунда экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон, обиженный на защищавшего чемпионский титул Эвендера Холифилда, за удар головой в лицо впивается в его ухо и откусил кусочек. Бой был остановлен, но после предупреждения Тайсону рефери Лейн разрешил продолжить соревнование. И новый кусок уха чемпиона оказался в зубах Тайсона. Поединок прекращен, а Тайсон дисквалифицирован. Кстати, тот кусочек уха, который был откушен, уже после боя обнаружил на покрытии ринга служащий гранд-отеля MGM Мич Либонатти. Он бережно завернул его в резиновую перчатку и отнес в раздевалку пострадавшему. Не теряя драгоценных секунд, Холифилда доставили в госпиталь, где квалифицированные врачи в ходе многочасовой операции восстановили целостность слухового органа боксера. Ну и еще об одном событии. 28 июня 1577 год. Рождается Питер Пауль Рубенс. Его называли королем живописцев и живописцем королей. В истории же он остался как мастер женской плоти. Источником беспримерного вдохновения для знаменитого фламандца стала его вторая жена, 16-летняя Елена Фоурмен. В ней он нашел свой идеал женской красоты. В те 10 лет, которые Питер и Паулю посчастливилось прожить с ней, он создает лучшие свои произведения. Елена позировала для Версавии, Андромеды, прикованной к скале, суду Парнаса. Рубенс был далеко не первым, кто запечатлел красоту женственности, но никто другой до него не осмелился так откровенно воспеть женские прелести. После смерти художника Елена, к тому времени мать пятерых детей, становится женой испанского посла в Лондоне. Как говорится, ушла на дипломатическую работу. С вами был Николай Пивненко в проекте ТАТА.